Мероприятие посетили не только школьники и участники видеороликов, но и руководители города. Заместитель главы Александр Новиков и председатель комитета по образованию Татьяна Токарева приняли участие в торжественном награждении. Все конкурсанты получили благодарственные письма и памятные сувениры. Подарок для всех гостей воспитанники Дома детского творчества подготовили концертные номера. Для меня большая честь участвует в этом конкурсе. Я как-то больше узнал свою историю и узнал, как все люди строили этот город. Пятиклассник Егор Кириенков участвует в масштабном всероссийском конкурсе в первый раз. Он записал видеоинтервью с работником предприятия «Атомтранс» Александром Галимовым. Его работа отправлена на федеральный этап конкурса. Очень нравится, что молодое поколение, дети, они встречаются с первыми строителями, работниками станции. Это есть воспитательный, такая хорошая, воспитательный процесс. Всего на федеральном этапе Десногорск представят пять видеороликов. О важности и необходимости этого конкурса высказались и почетные гости мероприятия. Этот конкурс позволяет нашим детям узнать историю нашего города и обратить внимание на тех людей, которые по тем или иным причинам были немножко, скажем так, забыты. На мероприятии наградили ребят, которые приняли участие и в других творческих конкурсах. Это «Белые журавлята России», «Поют тебя, моё Отечество» и фотоакция «Слава Созидателям Слава». За активную работу по вовлечению детей в написание истории нашего города награждены благодарственными письмами и педагоги. Почетными грамотами Комитета по образованию за большой вклад в дело гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения удостоены Нина Васильевна Попова и Валентина Михайловна Рожкова.